Всем привет дорогие друзья! Друзья, любимые подписчики, с вами снова Гидон и мы продолжаем играть в Dead Space 3. На этот раз вас ждет продолжение истории этого парнишки, который остался здесь совсем один, среди его напарников, которые превратились в некое подобие некроморфов. Но это даже не они, это непонятные существа, все от того, что они питались мертвой плотью. Ну а что им было делать? Действительно многие бы отчаялись, когда не осталось никакой еды. И давайте решим вот эту головоломку интересную, нам нужно замкнуть здесь цепь. Немножечко покрутим нашим кинезисом эти детальки. Я, конечно, сейчас буду пробовать, как всегда, как получится, но возможно что-то у нас и выйдет. И да, мы вроде замкнули цепь с первого раза, это было не сложно, но я чувствую, сейчас нам будет не так уж и просто. Когда этот насос разработается. Да, и у нас еще гости. Ничего себе, вы видели? Он уклонился. Он уклонился. Так, это было нечестно. Отойди, отойди от меня, отойди от меня. Еще один, ну давай, урод. Все. Перезарядим. Так, ну, не дали они нам, конечно, соскучиться. Что уж и говорить. Подлечимся. Пособираем то, что с них повыпадало. Но, кстати, преобразователей с них падает разных. Металлолома и обоим. Стазистных батарей у нас уже просто дофига. Да. Надо. И бежать, 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 бежать. Все, пробежали. Отлично. Так, а это у нас что? Почему оно светится? Ладно, видимо, это ничего не значит. Давайте выбираться. Какие хитроумные системы этот парень тут сделал. Шипы, видимо, закрепил сам. Долго-долго здесь люди. Что предыдущий наш ковбой долго здесь находился. Что этот. Все они остались одни. Постоянно вот эту историю одиночества ведут через всю игру. Так, у нас здесь есть ключ базы снабжения. Сержант Кокрин, возьмите секретный кей и head to depot 212. Я не слышал о том, что Сержант Лумбли, не с того, что Фрэнклин уходил в прошлой неделе. Я уверен, что я не должен экспрессировать важность обеспечения, в том числе. Задоться, что случилось с Лумбли, и, более важнее, сохранить нашу еду и аммунисию. Да, нам дали дополнительную миссию, которую мы, конечно же, пройдем. Здесь двери тоже заблокированы. Посмотрите, все завалено железом, и кто-то через них ломился. Ну, конечно, мы знаем, кто. Мы нашли новый рецепт пистолет медподдержки. Интересно. Посмотрим чуть позже, как его скрафтить и что для него нужно. О, мы нашли гардеробную. Арктический костюм был разблокирован. Итак, мы можем улучшить ЭКС. А надо ли нам улучшать ЭКС? Можно сменить костюм на арктический. Арктический костюм сделан из секретного синтетического влага на АКССК, которое сохраняет тепло даже при критически низких температурах. Температурах. Ха, интересно, а если мы не будем? Его менять? Что тогда? Так и останемся в этом костюмчике. Мы не можем улучшить максимальное здоровье. Нам не хватает очень много вольфрама и геля. И броню мы тоже не можем улучшить. Нам просто не хватает. Можно улучшить кинезис, но это все стоит дорого и не оправдывает себя, поэтому... Поэтому фиг с ним. Айзек будет суровым и не будет менять свой костюм. Для выхода наружу нужен термокостюм. Понятно. Давайте я зайду в меню. Сейчас посмотрю дополнительные задачи. Миссия найти гардероб, личный дневник и бонус миссии обследовать базу снабжения. Давайте я посмотрю, куда нам нужно идти, чтобы обследовать базу снабжения. Видимо, все еще здесь. Давайте я выйду. Посмотрим, куда нас теперь направят. Почему-то... Почему-то... Ничего особенного здесь не появляется. Задача. И все вроде как здесь. Все здесь находится. Почему-то нет у нас пути. Ладно. Видимо, нам придется все-таки сменить костюм. Давайте его сменим. Арктический костюм выбрать. Конечно, мы хотим сменить костюм. А что нам еще остается? Посмотрим, как это происходит. Да, нам этого не покажут. Я хотел посмотреть, как в этом. Как во втором Старкрафте. Хотя это и первым был. Насколько я помню. Закатали нас в новый костюмчик. И теперь шлем уже работает. Посмотрим. В нем остались все улучшения. Превосходно. Просто превосходно. Ну ладно, видимо, этот костюм то, что нам нужно. И теперь наконец-то. Наконец-то мы можем идти дальше. Так, послушаем сообщение. О, Господи. Это прайв Сэм Аккермен. Есть кто-то, что там остался? Сэм, это доктор Сарану. Слушайте, вы должны сделать свой путь в отделение 1. Какой кошмар. Они ломятся. Ужас, просто ужас. Да, мы просто бы не смогли на самом деле выйти. Так, если верить запись, найдены записи КССК, построили на Тао Валантис целую сеть подземных хранилищ. Может этот кодовый ключ откроет их для меня? Надо будет проверить при первой возможности. Отлично. По бонусной миссии нам сюда ли надо? Да, по миссии нам надо сюда. Ну, бонусная ли это миссия? Я даже не знаю. Ладно, давайте. А, написано на поверхность. Ха-ха. На поверхность нам не надо. Давайте пойдем сюда. Наверное, это как раз и есть бонусная миссия. Так, здесь закрыто. А, стоп. Похоже, это самое начало. Давайте посмотрим. По-моему, здесь где-то я видел панель, на которую можно применить ключ как раз. Если я не ошибаюсь. Еще раз пройдемся. Мне кажется, я видел где-то панель. Она была закрыта. Так, сюда. Или я просто путаю что-то. Наверное, все-таки я что-то путаю. Потому что... Да, мы вернулись просто назад. Действительно, здесь ничего нету. Не хотел бы я, чтобы те двери открылись. Представляете, сколько там их? Ё-моё. Огромное-огромное количество. И все они голодные. И им никогда-никогда не накормиться. Как зомби, ёлки-палки. Натурально как зомби. Наверное, я видел эту панель где-то в другом месте. На поверхности или еще где-то. В любом случае, должны ее найти. Вызвать? Давай, вызывай лифт. Поехали. Надеюсь, я не пропущу нигде эту миссию дополнительную. И так. Может быть, здесь где-то панель была? Просто не помню. Помню, что где-то была панель. Давайте к станку подойдем. Посмотрим, что у нас нового. Новая цепь. Два бота у нас. О, отгрузили хорошо. Правда, вольфрама все еще мало. Очень мало. Пистолет медподдержки. Посмотрим. Компактный клепальный молот. И гидронож. Быстро вылечат любого. Модифицирован двумя насадками для коп-режима. Понятно, в общем. Нас это не очень интересует. Ну, тут нам делать, в общем, пока нечего. Ботов надо будет отправить. Но я куда-нибудь другое место пущу. Может, они на одном месте не будут работать. Так, прихватим обоймочку, которая здесь осталась. Бедный Бакл. Как мне тебя жалко. Как мне тебя жаль. И давайте выходить. Выход транзитной станции. У нас новые гости. Вернее, старые новые гости, так сказать. Хух. С которыми мы быстренько разбираемся. Сколько этих стазистных батарей вылетает. Прямо выбрасывать их нужно. Или на склад класть. Даже не знаю. Я вспомнил, где эта панель была. Она была где-то сзади. Вот здесь вот. Куда ты? Лезешь-то на меня. Где-то она здесь была. Я помню еще. Что-то мы там забегали. Ах ты. Сволочь. Еще и этот урод. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Фух. Просто у меня стрелять с дополнительного оружия. И топтать ботинком все на одну кнопку. Поэтому. Вместо стрельбы я потоптал их. Немножко. Так. Посмотрим, куда нас ведет задача. Да, все правильно мы идем. По дополнительной миссии. Подлечимся немножечко. Там была панель. Я ее точно-точно помню. Теперь, кстати, заметьте. Нам уже пофиг на температуру. Арктический костюм рулит. Совсем не холодно. Вот она. Наконец-то мы пришли. Отсюда еще какой-то монстр, я помню, вылез. Давайте заходить. Посмотрим, что это за дополнительная миссия. Что там за хранилище? Ну, давай, открываем. О-о-о-о. Еще немножко старины. Бонус-миссия. База снабжения. Послушаем сообщения. А-а-а. Ламли заведовал всем провиантам и вообще всем, чем можно. Давайте пустим бота. Одного сюда, второго где-нибудь в следующей комнате или отсеке. Так, здесь у нас есть костюм и станочек. Подойдем к станку. Что-то новое, как всегда, у нас тут есть. Ну, это, видимо, мы опять цепи нашли. Вольфрам боты не находят, к сожалению. Плохо это очень. Плохо и неудобно. Так, куда нам нужно идти? Туда или сюда? Посмотрим на карту. Нам надо туда. Тогда здесь у нас что? Лифт. Куда он идет? Сейчас узнаем. Смотрите, какой мех подрагивает. Как играет на солнце мех. Ха-ха. Ну, честно сказать, весь этот мех, все это как-то не имеет смысла, если костюм работает на каких-то технологиях. Еще тряпка вот эта вот, тряпка на лице. Это явно прям, как будто самодельная такая примочка. Ё-моё, сколько мы едем-то? Неужели это так глубоко? А свет, кстати, такие блики от света, как будто мы наверх едем. Ох, куда мы приехали-то? Сейчас узнаем. Куда же мы приехали? Очень долго на этом лифте ехать. Здесь еще одна какая-то мастерская. И какой-то здесь у нас... Поглядите-ка. Какой-то шаттл. Я не знаю, что это за система. Сейчас посмотрим, куда он движется. База снабжения, данная точка. Оружейная закрыта. Археология закрыта. Хранилище обелисков. Отсек утилизации. Хранилище обелисков. Все это закрыто, и мы не можем двигаться. Да вы посмотрите, какие точки шикарные. И мы никуда не можем поехать. Обалдеть. Это вообще что за система? Это, наверное, система перемещения, так сказать, по игре, что ли? Грубо говоря. То есть, это вот миссии мы сейчас увидели, которые, в принципе, там могут быть. Ну, наверное, наверное. Давайте посмотрим. Может, что улучшить можем? Два бота все-таки отгрузилась. Здоровье нам все еще, к сожалению, недоступно. И также нам недоступно это самое. Как его? Броня. Броня. Что же, давайте продолжать дальше. Опять на лифте, правда, нам сейчас ехать. Какая-то система здесь метро прямо. Долго-долго ехать на лифте. Нет, блики как-то они неправильно сделали. То есть, смотрите, мы поднимаемся наверх, а вот эти блики света, они идут снизу вверх. То есть, так бы было, если бы мы опускались. Может, я, конечно, не прав и туплю сейчас дико, но, по-моему, это неправильно. Совсем неправильно. Ну, вот такую интересную мы систему метро прямо открыли по всей игре. А здесь может, кстати, вылезти какой-нибудь монстр сверху. Ну, это, наверное, для будущих скриптов, так сказать. Хотя, вообще-то, по-моему, все правильно, и мы ехали вниз, и кнопка даже горела, как будто мы едем вниз. Миссия называется «Спрятанные боеприпасы», и с самого начала некры уже лезут. Ну, это всего двое. Я чувствую, будет больше. Намного больше будет. Посмотрим, что за текстовое сообщение. Почитаем. Записи Ламли. 29 августа 2311 года. Первоначальная зона выгрузки установлена. CMS Franklin, CMS Karazie уже в пути с персоналом и оборудованием на борту. 3 сентября. Строительство склада идет полным ходом. Сержант Кокрейн и 21-й инженерный полк проложили трубы к месту основных раскопок. 11 октября. Строительство склада закончено. Вокруг места раскопок ходят самые дикие слухи. 13 октября. Шторма разрушили весь график поставки ко всем чертям. Сегодня из-за сильного ветра потеряли CMS Franklin. Экипаж предположительно погиб. 15 октября. Экипаж Franklin неожиданно объявился у нас на пороге, но с ним что-то не так. Пока впустили в комплекс, затем отправим на гриле для детального обследования. 16 октября. Выключи это. Выключи, 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 выключи. Это сделай нас единым. Да, это значит, что парень тоже заразился. Кстати, смотрите. Опять же написано. Выключи. 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 Везде написано. Выключи. Написано 2311 год. То есть, в общем-то, да, это было недавно. Я ошибся. И это, в общем-то, не старые записи, как я предполагал. Вот этот взлом на удачу идет все время и может оказаться в любой момент неудачным. Вот, мне повезло. Нашел нужный блок практически сразу. Интересно, кто нам теперь будет мешать. Наверное, просто орды монстров нам будут мешать на этот раз. В прошлый раз мешали ловушки, а теперь просто будут орды монстров. Что-то он один. Эй-эй-эй-эй-эй-эй! Нифига себе он налетел. Вот так нужно действовать с этими уродами. Кислота. Ненавижу кислоту. Куда это ты бежишь, парень? Притормози. Ну вот, да, всех разобрали. Неплохо, 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 неплохо. Что с них повылетело? Ну, ничего особенного. Такс. Там у нас закрыто, да? Да, там у нас закрыто. Двигаемся дальше. Двигаемся дальше. Двигаемся дальше. Сейчас еще кто-нибудь выпрыгнет. О, все заморожено. Так, нам туда или туда? Давайте сюда сначала. О, нашли тут немного ништячков. Ох ты, елки-палки. Ох ты, елки-палки. Вот это да. Вот это да. Охренеть. С других слов нету. Тут написано, make us. А, сделай нас единым. Е-мое, психи чертовы ненормальные. Долбанный вирус вообще всех с ума свел. Как кошмар. Подкрываем ящики, да-да-да. И послушаем сообщение. Короткие сообщения находим, конечно. Сами пока что они ничего не знают. О, боже, еще один труп. Нифига себе. Да тут какие-то кошмарные светилища прямо. Один, второй. Сделай нас единым. Везде это надпись. Сбой системы. Ну, конечно. Какое еще может быть? Без сбоев. Что у нас может идти без сбоев? Да ничего в этой игре не может идти без сбоев. Еще один бежит. Его мы отрубаем быстро. А, добежал. Еще один. Ох, сзади. Сзади напал. Вот это плохо. Давай, 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 давай. Давай. Кошмарные монстры, а. У них вместо рта, не пойми что вообще. На тебе по ногам. На. Ух, еще один прям под раздачу попал. Все? Нет, еще один. Опять это кислота. Опять это кислота. Давай же. Ух. Нет, еще один кислотный. Ох. Как же меня достали эти кислотные монстры. Все? Да, вроде все. Отбились. Сейчас, повыбиваем с ним чего-нибудь полезного. Угу. Сбой системы прошел только когда монстры кончились. Ну, так всегда. Так всегда. Постоянно это. Другого вы не можете. Ладно. Мы же играем всегда по вашим правилам. Никогда по правилам Айзика и любого другого героя ничего не идет. Так, здесь просто ничего. Пустой коридор. А здесь уже что-то поинтересней. Так, как нам спуститься вниз? Там у нас аккумулятор, я вижу. Ага, лестница. Ну, давайте. Давайте поглядим. Поглядим, что тут у нас. Ага. Синее все какое-то раскрашенное. Да. Еще кто-то здесь. Так, надо стрелять по ногам. Да прекрати ты в меня. Пытаться своей кислотой. Че это с ним стало? Он сам себе ногу оторвал, что ли? Ой, опять этот кислотный. Уже устал от них. Стой, 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 стой. Фух. Ёлки-палки. Да. Отрубил я ему ножку. О, боже мой. Перезаряжай скорее, скорее, скорее. Где он тут? Вот он. Есть. Попал. И поэтому попал. И еще по тебе. Так, отлично. Давай, давай, добивай его. Фух. Все. Хорошо. Расправились с ними. Давайте дальше. Так, тут у нас что? Стазисные батареи. Они вообще у нас расходуются? По-моему, не расходуются вообще никак. Использовали. Вот так. Хоть какая-то польза от них. Так. Нам нужен аккумулятор. Видимо, отсюда нужно... Так, стоп. А сколько нам их нужно? Еще две штуки? Или нам их местами просто переставлять? Да, наверное, этот аккумулятор просто питает вот эту, как бы, систему. Давайте мы его возьмем. И перенесем, ну, допустим, сюда. Так, эта дверь откроется. Ох, как дверь его прекрасно зажали. Чудесно просто. А он сейчас по вентиляции, да, перейдет кто-то? Давай уж сразу возвращайся сюда. Мы тебя тут ждем. Не, не хочет, смотрите-ка. Здесь везде есть вентиляция. Он там остался, что ли? Ну, успокоится когда-нибудь или нет? Ну, где он уже? Лезь, лезь скорее. Сюда, давай, лезь. Смотрите-ка, что он там? Он там застрял. Ладно, вылезай. Вылезай уже. Ха-ха-ха, посмотрите-ка. Ну, сдохни. Придурок. Ха-ха, застрял там. Так бы и орал тут все это время. А тут, смотрите-ка, просто тупик. А, нет, мы нашли модулятор. Хм, интересная штука. Рассмотрим ее позднее на станке. Давайте возьмем аккумулятор. И поставим его сюда. Ну, давай, влезай. Предыдущую влез просто как влитой. Давай. Во, отлично. Теперь посмотрим, что здесь. Еще одна порция мобов. Нет, пока что только ящики. Ящики с ништяш... С ништяшками. Во. Выговорил. Ха-ха. Так. Тут, видимо, только лифт и подъем. А, нет, смотрите, мы что-то можем взломать. Ну, давайте, если что-то можно взломать, лучше это взломать, да? Не то. Не то. Ага. Так. Последний. Во. Приноровился я взламывать. Что мы взломали? Ага, лифт к нам спускается отсюда. Ну, конечно. Конечно. Он же не мог просто так к нам спуститься. Мы должны... Для того, чтобы он к нам спустился... Да сдохни ты. Давай уже. Ух. Окей. А, нет, еще один, глядите-ка. Ух ты. Вот это неплохо. Надо почаще стрелять... Такими снарядиками. У него аж торс исчез. После нашего попадания. Сурово, сурово. Ладно. Поехали на лифте. В принципе, можно было и так подняться на лифте. Их всех не убивать. Ну что, будет что-нибудь интересненькое? Или будут комнаты с монстрами? Ага. Текстовое сообщение. Давайте прочитаем. Что у нас здесь? КССК. ЗКС. 24 октября. Вкусные пальчики и носы. Вкусные. Сделай нас единым. Испортить еду. Оставить место для вкусностей. Съесть их. Все. Сделай нас единым. Да. Вкусные пальчики и носы. Плохой. Плохой. Плохой мальчик. Нельзя есть пальчики и носы. Давайте пустим здесь бота. Первый у нас еще не вернулся. И второго мы сейчас запустим. Ну что ж, дорогие друзья. Вот дошли мы до станка. Небольшое такое место для отдыха, так сказать. А там я закончу эту часть прохождения. Надеюсь, вам понравилось. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Вступайте в группу ВКонтакте. И советуйте друзьям. Всем спасибо. И до следующей миссии. Субтитры сделал DimaTorzok